Не просто выделить средства, а самим лично контролировать ход работ. Именно такой подход к делу у депутатов городского собрания Сочи. Аганас Чепнян более 20 лет курирует 16-ю гимназию, учился здесь сам, учились дети. И ежегодная помощь школе стала по сути традицией. Как и в школьные годы, так и сейчас эти стены родные и требуют обновления. Ремонт капитальный, то есть замена крыши, замена полов. Потом в туалетных комнатах у нас был капитальный ремонт, тоже полностью заменили плитку, потолки покрасили. В классах, в начальной школе особенно, у нас полностью заменяют подвесные потолки, натяжные, капитальные ремонты делают. Замена оргтехники, то есть приобрели в этом году мы новые ноутбуки, принтеры. Ремонтируют и кабинеты, поменяют входные двери, жалюзи. В ближайшие дни закупят кондиционеры для актового зала. Скоро работа закипит на спортивных площадках, в футбольном стадионе и баскетбольном поле. С момента их постройки они ни разу не ремонтировались. Каждый год мы участвуем и стараемся сделать так, чтобы дети, когда придут в школу, чтобы им понравилось. А чтобы школа понравилась была, чтобы была покрашена, опрятно, чистенько. Вот этим мы и занимаемся. В 16-й школе будут спортивные площадки, приводится соответствующий вид, потому что давно их не ремонтировали, будет капитальный ремонт. У нас будет и футбольная площадка, и баскетбольная. В прошлом году на средства депутатов был открыт сквер на склоне Бытхе. Он популярен не только у местных жителей. Здесь великолепный вид на горы, чистый воздух и благоустроенные детские зоны. Из других районов приезжают, нам же бесплатную стоянку сделали, приезжают и детей, просто люди радуются. Они даже не знают, кто это сделал. Спросы, а кто это сделал? Я говорю, наш депутат Аган Меликович, понимаете, для всех открыто все. Никаких ни билетов, ничего. И всегда все чисто. Спасибо большое за это имя. Спасибо. А нам приятно ходить сюда, очень приятно. В город не ехать. Депутат Чепнян не только обустроил сквер, но и помогает развивать его дальше. Посажена целая аллея эвкалиптов. Правда, им требуется тщательный уход и даже охрана. Некоторые вандалы обламывают ветки у растущих деревьев. И в этом вопросе депутат тоже пообещал помочь.